Призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги 9 комментариев о коммунистической партии. Введение. Злой призрак компартии не исчез вслед за распадом компартии в Восточной Европе. Распад СССР и крах коммунистических правительств в Восточной Европе ознаменовали собой окончание Холодной войны, которая длилась между крупными лагерями Запада и Востока почти полвека. Многие люди были рады этому, считая, что коммунистическая угроза уже осталась в прошлом. Однако на самом деле, как фундаментальная, так и измененная внешне коммунистическая идеология по-прежнему чинит произвол во всем мире. Это происходит в странах, где открыто придерживаются коммунистической идеологии Китай, Северная Корея, Куба, Вьетнам, а также в странах, где коммунистические факторы все еще очень сильны, страны Восточной Европы и бывшего СССР. Это происходит и в странах, выступающих под флагами демократии и республиканства, где продвигается социализм, многочисленные страны Африки и Южной Америки. Коммунистические факторы сильно разъедают и демократические страны Европы и Северной Америки, где даже не осознают этого. Войны, голод, массовые убийства и репрессивная политика, которые проводил коммунизм, хоть и являются ужасными, но вред коммунизма не ограничивается только этим. Все больше людей осознают, что в отличие от всех политических систем, которые были в истории человечества, коммунизм враждебно относится к природе человека, человеческим ценностям и достоинству. Более чем за сто лет он создал группу крупных тоталитарных стран, включая СССР и Китай, в которых насильственной смертью погибло более ста миллионов человек, и было порабощено несколько сотен миллионов человек. Кроме этого, коммунистический лагерь привел мир на грань ядерной войны. Но самое печальное то, что он привел к распаду семей, хаосу в обществе, упадку морали и всей человеческой цивилизации. В чем же состоит суть коммунизма? В чем заключается его конечная цель? Почему коммунизм практически во всех областях является врагом для человечества? Есть ли спасение для людей? Первое. Коммунизм – это дьявол, цель которого уничтожит человечество. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Слово «призрак» в начале манифеста коммунистической партии вовсе не случайно пришло в голову Марксу. Как упоминалось в предисловии к этой книге, коммунизм – это не просто некое веяние, доктрина или неудавшаяся попытка людей найти выход. Это дьявол. Его также называют злым духом коммунизма. Он создан из ненависти и различной испорченной материи низких уровней Вселенной. Изначально он был в образе змеи, а в поверхностном пространстве проявляется в форме красного дракона. Он стоит в одном ряду с дьяволом, который враждебно относится к праведным богам. Одновременно с этим он использует различных низких духов и нечисть, чтобы создавать хаос в мире людей. Конечная цель этого злого призрака состоит именно в том, чтобы уничтожить человечество. Чтобы когда придет бог для спасения людей, люди не верили в бога, чтобы нравственность людей испортилась до такой степени, что они отрекутся от бога и традиций, не будут понимать наставлений бога и в итоге будут отсеяны. После холодной войны коммунистические режимы в Восточной Европе и СССР пали, но коммунизм вовсе не исчез, а коммунистический призрак не умер. Его яд не только продолжает отравлять бывшие коммунистические страны, он давно уже в различных формах просочился и распространился по всему миру. Посредством контролирующей людей идеологии злой дух проник во все сферы человеческого общества. Злой дух коммунизма старательно насаждает человечеству всевозможные мутированные представления, и они, незаметно для людей, наводнили весь мир. Сбившиеся с пути люди даже принимают их за свои собственные мысли и желания. Это приводит к тому, что критерии человечества о правильном и ошибочном, хорошем и плохом, в значительной степени пошли под откос и перевернулись ног на голову. Коварный замысел злого духа уже почти удался. Когда в ближайшем будущем злой дух коммунизма будет с адским хохотом праздновать свою победу, подавляющее большинство людей будут думать, что он близок к поражению. Люди стоят на краю гибели, но по-прежнему пребывают в неведении. Может ли ситуация быть более опасной? Главный способ, которым дьявол уничтожает человечество. Человека создал Бог. Милосердный Бог всегда защищает людей. Дьявол хорошо это понимает и хочет, чтобы Бог перестал заботиться о созданном им человечестве. Единственный способ это сделать – разорвать связь между человеком и Богом. Самый главный метод, который злой дух использует для уничтожения человечества – разрушение переданной богами культуры и разложение нравственности людей. То есть доведение мутации людей до такой степени, когда Богу станет уже трудно их спасти. В человеке одновременно существует и божественная, и дьявольская природа. Он является существом, способным и морально разлагаться, и морально возвышаться. Верующие знают, что если человек стремится к нравственности, праведно мыслит и поступает, то Бог ему благоволит. Бог усиливает его праведные мысли, содействует его добрым делам и даже творит ради него чудеса. В то же время Бог повышает уровень его нравственности, благодаря чему он становится еще более возвышенным человеком и даже может вернуться в небесное царство. И наоборот, у человека с низкой нравственностью, наполненного эгоистичными желаниями, алчностью, невежеством, самодовольством и ограниченностью, его дурные мысли и поступки не могут быть одобрены Богом. В таком случае, его самодовольство и ограниченность будут усилены дьяволом. Усиленные страсть и злые помыслы человека будут еще сильнее контролироваться и использоваться для совершения дурных поступков, совершения грехов и нанесения вреда миру людей. Вследствие этого уровень нравственности человека будет продолжать понижаться, вплоть до того, что он упадет в ад. Когда уровень нравственности человеческого общества повсеместно падает, дьявол подливает масло в огонь. Разными способами, преследуя свои цели. Управляет людьми и использует дурные мысли и поступки людей, чтобы полностью уничтожить человечество. С XVIII века, когда европейская история вступила в эпоху бурных потрясений, нравственность человечества в целом начала катиться под уклон, что создало для дьявола благоприятную возможность. Он постепенно переворачивал с ног на голову критерии добра и зла, правильного и неправильного. Он внедрял атеизм, материализм, эволюционную теорию, философию борьбы и другие порочные доктрины. Дьявол избрал Маркса, исповедовавшего зловещий культ, как своего представителя в мире людей. В 1848 году Маркс опубликовал манифест коммунистической партии, в котором заявил во всеуслышание, что насилие уничтожит систему частной собственности, классовость общества и страны, религии и институт семьи. Парижская коммуна 1871 года стала первой попыткой коммунизма захватить власть. Последователи марксизма заявляют, что вопрос власти – это центральный вопрос марксистской политологии. Если мы поймем конечную цель коммунизма, то обнаружим, что вопрос власти для коммунизма с одной стороны важен, а с другой – не важен. Важен он потому, что захват власти – это самый быстрый способ в широких масштабах придать человечеству разложению. Лишь взяв под контроль власть, компартия сможет насилием и принуждением насадить свою идеологию, а также в краткие сроки коренным образом разрушить традиционную культуру конкретной нации. Не важен этот вопрос потому, что даже если коммунизм не захватил власть, дьявол все равно может другими способами подвергать мутации человеческую нравственность и достигнуть своей конечной цели – уничтожение человечества. То есть практика показала, что насилие – не единственный способ, а власть – не единственное средство. Фактически дьявол коммунизма использовал чрезвычайно гибкий способ, манипулируя всеми слабыми местами человеческого общества, применяя мошенничество и одурачивание, приводя в хаос человеческое мышление, подрывая традиционную культуру, разрушая общественный порядок, искусственно создавая социальные волнения, раскол в обществе и так далее, дьявол полностью оккупировал весь мир. Коммунистическая идеология – это форма мышления дьявола. Боги создали для человеческого общества богатую культуру, основанную на общечеловеческих ценностях, проложив таким образом людям дорогу возвращения в небесный мир. Пришедший от дьявола коммунизм и заложенная богами традиционная культура полностью противоположны друг другу и абсолютно несовместимы, как огонь и вода. В основе идеологии, внедренной злым духом коммунизма, лежит атеизм и материализм. Злой дух коммунизма объединил немецкую философию, французскую социальную революцию, британскую политэкономию и другие вещи, поставив в обществе и культуре на место бога и праведных религий мирские вероучения. Коммунизм превратил весь мир в свою церковь. Он подмял под себя все сферы жизни общества. Дьявол завладел мышлением людей, заставляя их идти против бога, оторгать бога, отклоняться от традиций. Под контролем дьявола человечество шаг за шагом приближается к гибели. Дьявол выбрал Маркса и других своими представителями в мире людей, чтобы они в человеческом мире противостояли принципам, установленным людям богами, и разрушили их. Чтобы они пропагандировали классовую борьбу и уничтожали старый общественный строй. На Востоке дьявол инициировал насильственную революцию и создал тоталитарное государство, в котором соединены политика и религия. На Западе он занимается перераспределением благ с помощью высоких налогов и социального обеспечения, постепенно продвигая ненасильственный коммунизм. Во всем мире коммунистическое мышление проникает в форму правления каждой страны, и с помощью мировой революции, которая разрушит весь социальный порядок, будет достигнута цель уничтожения их государственности. В самом конце будет создан некий орган контроля над миром, который заменит все государства и правительства, дав дьяволу полную власть над всем миром. Это как раз совпадает с обещаниями коммунизма создать общество коллективного производства, в котором не будет социальных классов, стран и правительств. Согласно этим планам, в конечном итоге общество должно достичь состояния так называемого рая на земле, в котором будет от каждого по способностям, каждому по потребностям. Руководящий принцип концепции коммунизма состоит в достижении единства всего мира и построении рая на земле, а также в продвижении социальной эволюции посредством атеизма. Уничтожая с помощью материализма духовные устремления, веру и религию людей, коммунистический дух внедряет во все социальные сферы, во все уголки общества, в том числе политику, экономику, образование, философию, историю, литературу, искусство, общественные и естественные науки и другие. Коммунизм подобен раковым клеткам, которые непрерывно размножаются и оторгают все другие формы мышления, включая веру в Бога. Он постепенно уничтожает государственный суверенитет и национальное самосознание. В конце он уничтожит нравственность и культурные традиции общества, толкая людей к гибели. В манифесте коммунистической партии Марк заявил, коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности. Неудивительно, что в ходе своего развития она самым решительным образом порывается идеями, унаследованными от прошлого. Эти слова довольно точно описывают все то, чем занимается компартия на протяжении последних почти двухсот лет. Нравственность исходит от богов. Нравственные нормы, которые установили боги, никогда не меняются. Никогда эти нормы не устанавливали люди. Эти нормы также не могут изменяться вслед за усилением власти и силы людей. Однако коммунизм хочет вынести смертный приговор всем нормам нравственности. Он хочет, чтобы эти нормы заново установили его последователи. Одновременно с отрицанием норм морали, коммунизм с помощью различных негативных факторов удаляет из традиций общества людей положительные факторы, чтобы в итоге негативные факторы захватили весь мир. Традиционные законы исходили из нравственных норм, а также защищали нравственность. Коммунизм решил разделить мораль и законы, чтобы путем установления своих юридических законов умышленно исказить традиционную систему законов и права, уничтожая таким образом нравственность людей. Боги наставляют людей совершать добро, а коммунизм разжигает в них классовую борьбу, поощряя насилие и убийство. Боги установили людям институт семьи как основу общества. В свою очередь коммунизм считает, что семья – это форма частной собственности и призывает уничтожить семьи. Боги позволили людям иметь свободу зарабатывать деньги, и право на жизнь. Коммунизм же хочет уничтожить частную собственность, отобрать у людей землю, повысить налоги, монополизировать кредитные средства и капитал, то есть полностью взять под свой контроль сферу экономики в жизни людей. Боги установили человеческому обществу нравственные нормы, форму правительства, законов, общества и культуры, а коммунизм намерен насильственным путем свергнуть весь нынешний социальный строй. Боги передали людям традиционное искусство, чтобы с помощью этой специфической формы проявлять людям образы богов и небесных миров. Благодаря этому, люди должны помнить о том, как прекрасны эти миры, уважать и верить в богов, повышать нравственность и улучшать свои поступки. А коммунизм подталкивает людей почитать современное мутировавшее искусство, подавляя таким образом в них божественную природу и давая волю их природе дьявола. Он пытается контролировать все сферы искусства, чтобы оно распространяло низкую, уродливую, злую и упадническую негативную информацию. Боги наставляют людей быть смиренными, почитать небо и богов. Коммунизм же умышленно насаждает людям природу дьявола и высокомерия, чтобы они пошли против богов и перестали почитать их. Он разжигает злобу в сердцах людей. Под лозунгом так называемой свободы он позволяет людям делать все, что им вздумается, лишая людей нравственных ограничений и чувства вины. Под лозунгом «равенство» он провоцирует проявление зависти у людей, а также различными способами усиливает в людях тщеславие, чтобы перед лицом выгод и соблазнов они пошли вслед за дьяволом. После окончания Второй мировой войны коммунистический лагерь продолжил расширяться. Коммунистические и свободные общества стали противостоять друг другу и началось десятилетие Холодной войны. Теория коммунизма превратилась в мирскую религию коммунистических стран и стала преподноситься в учебниках как «неопровержимая истина». Коммунизм под разными личинами также оказал большое влияние и на другие страны. Характерные черты дьявола, который является сверхъестественной силой. Дьявол – это некая сверхъестественная сила. Ключом к пониманию хаотичных проявлений, созданных дьяволом в мире людей, является понимание свойства злого духа коммунизма. Злой дух коммунизма состоит из ненависти, он подпитывается энергией от ненависти, которая находится в людях. Злой дух коммунизма и дьявол совместно создают хаос в мире людей. Нет необходимости пытаться различать, что именно делает каждый из них. Дьявол одновременно действует как на Западе, так и на Востоке, в каждой профессии и отрасли. Его мощь иногда разделяется, а затем снова объединяется в одно целое. Он совершает ложные маневры и выпады, не имея никаких ограничений в применяемых приемах. Дьявол является зачинщиком трансграничной войны. Религия, семья, политика, экономика, финансы, военные силы, образование, науки, искусство, СМИ, сфера развлечений, массовая культура, социальная жизнь, межгосударственные отношения. Все это дьявол превратил в поле битвы, чтобы уничтожить человечество. Черная энергия дьявола в один миг из одной сферы распространяется на другую сферу, с одной группы людей на другую, с одной компанией на другую. Например, в 70-х годах прошлого века, когда завершилась военная кампания Запада во Вьетнаме, дьявол спровоцировал молодых мятежников начать феминистское движение, движение в защиту окружающей среды и движение по легализации гомосексуальных отношений. Другая часть этих людей внедрилась в социальную систему западных стран, пытаясь подорвать западную цивилизацию изнутри. Дьявол управляет людьми с порочным мышлением, превращая их в своих представителей в человеческом мире. Он также применяет фальшивую доброту, обманывая добрых и наивных хороших людей, чтобы превратить их в своих представителей или защитников. Эти представители дьявола расставлены во всех слоях общества, от элиты до самых низших социальных классов. Таким образом, действия дьявола иногда представляют собой революцию, начинающуюся с низших слоев общества и затем охватывающую все остальные слои. Иногда это коварные замыслы, нисходящие сверху вниз по социальной линии. А бывает и так, что это некие преобразования, начинающиеся из средних слоев общества. Дьявол может менять облик и разделяться. Он также способен мобилизовать себе на службу низких духов в других пространствах. Сексуальное желание и наркомания – все это проявления дьявола. Это инструменты в руках злого духа. Все эти низкие духи и разная нечисть подпитываются энергией от негативных проявлений людей, таких как злоба, страх, отчаяние, безрассудство, сраптивость, зависть, распутство, гнев, спесь, лень и т.д. Дьявол скрытный и коварный. Он использует различные жажды людей, их злые мысли, природу дьявола, темные стороны человеческой души и другие негативные вещи. Когда мышление человека соответствует мышлению дьявола, тогда он и начинает управлять этим человеком. Зачастую люди думают, что они что-то делают в соответствии со своими мыслями. На самом деле, ими незаметно управляет зло. Многоликость дьявола У дьявола есть множество имен. Также и коммунизм проявляется людям под разными обличьями. Дьявол любит появляться прямо в противоположных обликах, вводя людей в заблуждение. Он может предстать в виде тоталитарного режима, а потом в виде родителя за демократию, или в форме плановой экономики, а потом рыночной экономики. Он также может полностью контролировать свободу высказываний или предоставлять крайнюю свободу выражения. В одних странах он выступает против гомосексуализма, а в других активно продвигает легализацию однополых браков. Иногда он масштабно разрушает окружающую среду, а потом активно выступает в защиту окружающей среды и многое другое. Он может поддерживать насильственную революцию и может также выступать за мирные преобразования. Он может проявиться в виде некой политико-экономической системы, а также и в виде веяния искусства и культуры. Он может проявиться в виде чистого идеализма, а также и в виде хладнокровного и хитрого политиканства. Страны с тоталитарным коммунистическим режимом это лишь один из видов проявления дьявола. Марксизм, ленинизм и идеи Мао Цзэдуна это всего лишь часть ложной еретической доктрины дьявола. Начиная с утопического социализма, который появился в XVIII веке, люди наблюдали такие социальные формации, как научный социализм, фабианский социализм, промышленный социализм, христианский социализм, демократический социализм, гуманный социализм, экологический социализм, государство всеобщего благосостояния, марксизм-ленинизм, маоизм и другие. Все их можно упрощенно разделить на две группы насильственный коммунизм и ненасильственный коммунизм. Постепенное проникновение и поглощение это основные методы ненасильственного коммунизма. Одним из наиболее обманных приемов дьявола является одновременное свое распространение в противоположных с виду лагерях Запада и Востока. Когда дьявол бурно вторгался на Восток, одновременно с этим под другим обликом он также проникал и на Запад. Британское фабианское общество, немецкая социал-демократическая партия, французский второй интернационал, американская социалистическая партия и многочисленные другие группы социалистов посеяли семена уничтожения в странах Западной Европы и Северной Америки. Во время Холодной войны, когда в СССР и КНР проходили массовые убийства, чистки, голодоморы и действовали к энцлагеря, люди западных стран радовались тому, что они по-прежнему живут в достатке и в свободной среде. Некоторые социалисты, приверженцы гуманного социализма, даже открыто порицали насилие, которое творилось в СССР, в результате чего люди еще больше ослабили бдительность. На Западе дьявол коммунизма использовал крайне разнообразные маски. Он выступал под разными знаменами, и люди совсем не противостояли ему. Либерализм, прогрессизм, франкфуртская школа, неомарксизм, критическая теория, движение контркультуры, антивоенное движение, движение за сексуальную свободу, движение за легализацию однополых браков, феминизм, экологизм, социальная справедливость, кейнсианство, различные течения авангардизма, мультикультура и так далее. Все эти направления и движения либо происходят из коммунизма, либо используются коммунизмом для реализации его злобных целей. Социализм – это начальная стадия коммунизма. В западном обществе многие разделяют понятия социализм и коммунизм, широко популяризируя социализм. На самом деле, согласно теории марксизма-ленинизма, социализм именно и является начальной стадией коммунизма. В 1875 году Маркс в своей работе «Критика Готтской программы» выдвинул предположение о том, какой должна быть начальная и высшая стадии коммунизма. Последние годы жизни под давлением перемен в международной обстановке Энгельс выдвинул теорию демократического социализма, который должен получить власть благодаря всеобщим выборам. Ее использовали лидеры и теоретики социал-демократической партии Второго интернационала, создав нынешние партии Левого крыла во многих капиталистических странах. Ленин дал четкое определение социализму и коммунизму. Он считал, что социализм – это первая или начальная стадия коммунизма, и коммунизм должен развиваться именно на основе социализма. Становится понятно, что изначально социализм был частью марксизма и частью международного коммунистического движения. Социалистическая система общественной собственности и плановая экономика являются стадией подготовки к коммунизму. Различные виды социализма и различные формации Левого крыла, которые в настоящее время широко распространяются в западном обществе, на поверхности как будто не имеют ничего общего с коммунизмом, однако фактически это и есть конкретные проявления ненасильственного коммунизма. В отличие от насильственной революции, западная форма всеобщих выборов – это метод ненасильственной революции. Сравнивая с общественной собственностью, высокие налоги в странах Запада фактически также являются завуалированной формой общественной собственности. В отличие от плановой экономики, западная система социального обеспечения представляет собой систему, которая постепенно и незаметно разрушает капитализм. Фактически очень многие политические партии левого крыла в западных странах рассматривают развитие социального обеспечения как одной из очень важных сторон для реализации социализма. Когда люди осуждают злобность коммунизма, надо обращать внимание не только на насилие и убийства, которые совершаются в коммунистических странах. Надо также уметь распознавать вред самой социалистической системы. В настоящее время ненасильственный коммунизм под именем различных видов социализма обманывает людей и вводит их в заблуждение. Чтобы хорошо понимать коммунизм, необходимо в первую очередь разобраться в том, что представляет собой начальная стадия коммунизма. Ведь коммунизм не может сразу возникнуть одним махом, как и у каждого живого организма у него есть процесс роста, то есть процесс развития, который начинается из его начальной стадии. В настоящее время в некоторых социалистических странах и странах всеобщего благосостояния Европы и Америки так называемое «общее богатство» приобретено ценой принесения в жертву свободы личности. Люди в этих странах все еще могут сохранять определенные политические свободы, потому что степень развития социализма в их странах еще не очень высокая. Социализм – это не некое статичное понятие. Главная цель социалистических стран – достичь равенства результатов. В ходе достижения этой цели непременно будет происходить непрерывное лишение человека его свобод. Социализм непременно будет переходной стадией к коммунизму, то есть людей непрерывно будут лишать свободы личности. Если некая свободная страна вдруг за одну ночь станет тоталитарной, и ее государственная пропаганда станет сильно отличаться от реальности, то большинство ее жителей не примут это и даже начнут противодействовать. Как минимум, они будут противодействовать пассивно. Именно поэтому издержки правления в тоталитарных странах очень большие. Их правителям непременно надо совершать массовые убийства, чтобы ликвидировать сопротивление. Это было одной из главных причин того, почему в СССР и в Китае в мирное время проводились масштабные убийства жителей этих стран. В отличие от тоталитарных стран, социализм в свободных обществах использует законодательные методы, незаметно достигая своей цели, варя лягушку в теплой воде, шаг за шагом отбирая личные свободы людей. Процесс построения социалистического общества тянется несколько десятков лет. Уже сменилось несколько поколений, в результате чего люди постепенно стали равнодушными, забыли и свыклись с этим. Поэтому социализму стало еще легче обманывать людей. Говоря о его сущности и его цели, постепенно внедряемый социализм по сути ничем отличается от насильственного социализма. Социализм с помощью законодательства гарантирует людям равные права. Однако фактически он портит мораль общества, лишает людей свободы стремления к доброте. В нормальных условиях у людей очень разные религиозные верования. Уровень нравственности и культуры, уровень образования и интеллекта, способность терпеть страдания, добросовестность и ответственность, смелость и целеустремленность, способность к новаторству и так далее. Если хочешь все это уравнять, то невозможно в один миг с низкого уровня поднять на высокий, можно только искусственно сдерживать людей, у которых сравнительно высокий уровень. Особенно в области нравственности в западных странах социализм под предлогом антидискриминации, антиненависти, нейтральной ценности и политкорректности аннулировал оценку нравственности. Это все равно, что аннулировать саму нравственность. Поэтому мы можем наблюдать, как богохульные поступки и высказывания, сексуальные извращения, демоническое искусство, порноиндустрия, азартные игры и наркотики защищаются законами, легализуются и становятся нормальными. Это создало дискриминацию в отношении людей, которые верят в Бога и имеют высокий уровень нравственности. В конце концов, эти люди будут отсеяны на периферию и потом постепенно уничтожены. Мечты о коммунизме – это романтические иллюзии. В настоящее время немало людей на Западе по-прежнему питают романтические иллюзии в отношении коммунизма. Это потому, что они не жили в коммунистических странах, не испытывали горечи той жизни, им недостает понимания коммунистической реальности. Во время Холодной войны очень многие западные представители интеллигенции, люди искусства, журналисты, политики и студенты ездили в СССР, Китай или на Кубу, чтобы попутешествовать и посмотреть. То, что они там смогли увидеть, отличается от реальной жизни людей в тех странах, как небо и земля. Коммунистические страны всегда искусно владели мастерством обмана людей с помощью внешней пропаганды. Все то, что видели иностранные гости в этих странах, были специально устроены для них образцовые деревни, образцовые заводы, вузы, больницы, детсады, тюрьмы и так далее. Все те, кто их сопровождал, были заранее подготовленными коммунистами или же политически благонадежными людьми. Многие такие экскурсии для иностранцев были отрепетированы заранее. Иностранных гостей всегда встречали с цветами, хорошей выпивкой, песнями, плясками и банкетами. На встречах участвовали добродушные молодые мужчины и женщины, широко улыбающиеся чиновники. Иностранные гости видели только бурную рабочую атмосферу, равноправное и свободное общение людей, горячо стремящихся к знаниям студентов, клянущихся в вечной любви друг к другу новобрачных. Они не видели, как формально проходят судебные процессы и как халатно выносятся судебные решения. Они не видели показательных судов, насилия, критики и нападок, полицейских облав, насильственного промывания мозгов, гулагов, массовых убийств, отъема земли, домов и имущества. Не видели они и голодомора, неразвитого сектора социального обслуживания, не видели отсутствия права на личную жизнь, постоянных слежек и подслушиваний, доносов друг на друга, ожесточенной внутренней борьбы в правящей элите во время передачи власти друг к другу, а также роскошной жизни представителей этой элиты на фоне нищеты народа. Иностранные гости считали, что все то, что им показывали, это и есть обычный быт людей в коммунистических странах. Они распространяли эту информацию в обществе через книги, статьи и публичные выступления. Все это до сих пор играет свою роль и поддерживает фантазии западных людей в отношении коммунистических стран. Лишь очень немногим удалось увидеть некоторые изъяны в этих странах, но они сразу попадали в другую ловушку и начинали вести себя, как попутчики коммунизма, считая, что не надо выносить ссор из избы, что массовые убийства, голодоморы и угнетения в коммунистических странах это неизбежное явление в процессе становления общества, а также, что хоть даже путь и тернист, но будущее будет светлым. Они думали, что рассказав всю правду, они запачкают дело коммунизма. Таким образом, им не хватало искренности и смелости, которые необходимы, чтобы высказать правду. Они выбрали постыдное омолчание. Коммунизм заявляет, что построят прекрасный и совершенный рай в человеческом мире, где все люди будут свободны и равны, где не будет угнетения, эксплуатации человека человеком, будет всеобщее материальное богатство. От каждого по способностям, каждому по потребностям, и каждый будет иметь возможность свободно развиваться. Такое общество существует только в фантазиях. Это такая наживка, которую использует дьявол для обмана людей. Власть всегда будет находиться в руках немногочисленной группы людей. Страны с коммунистическим режимом это тоталитарные страны, где небольшая группа людей использует все механизмы государства для угнетения, порабощения и эксплуатации народа. Так как время еще не пришло, поэтому сейчас некоторые страны, называющие себя социалистическими, все еще скрывают свой истинный облик под вуалью заботливости и доброты. Но как только созреют условия, карты сразу раскроются, и социалисты, которые наивно предаются мечтам о прекрасном будущем, будут горько раскаиваться в том, что они сделали, но будет уже поздно. Дьявол поставил в каждой стране и в каждой сфере своих агентов, которые семимильными шагами ведут невежественную и легковерную общественность по пути к уничтожению. Коммунизм учит людей восставать против Бога и отвергать Бога. С одной стороны он совершает извне нападки на религии, а с другой управляет порочными религиозными проходимцами, чтобы те проникали в религии и разлагали их изнутри. Они политизируют и коммерциализируют религии, превращают их в развлечения. Многочисленные морально разложившиеся священнослужители произвольно толкуют священные писания при помощи ложных и еретических утверждений, запутывают верующих и даже совершают изнасилования, в том числе юных прихожан. Из-за этих уродливых явлений искренние последователи религии пребывают в замешательстве и теряют надежду. Всего лишь столетия с лишним назад ревностная вера в Бога была синонимом хорошего человека. А сегодня на веру в Бога и исповедание религии навесили ярлыки невежества и суеверия. Даже когда несколько близких друзей собираются вместе, они не решаются рассказывать о своей религиозной вере, боясь, что их будут высмеивать. Одна из главных целей коммунизма уничтожить институт семьи. Под лозунгом «равенство полов» он уничтожает форму семьи и пропагандирует явления коммунистических публичных жен. К тому же с 20 века он развернул движение современного феминизма, которое ратует за сексуальную вседозволенность. Коммунизм извращает роль полов, наступает на так называемый патриархат, ослабляет семье статус и роль отца, меняет определение слова «брак», ратует за легализацию гомосексуализма, за право на развод, право на аборт, при помощи политики соцобеспечения поощряет существование семей с одним родителем. Все это привело к распаду семей и сопутствующим этому бедности и преступности. Это одно из самых шокирующих изменений общества, которые произошли в последние несколько десятков лет. В политическом отношении, кроме коммунистических стран, в которых продолжают править диктаторские режимы, в системе свободных обществ, где правительство создается партии, получившей большинство голосов, тоже наступил полномасштабный кризис. Коммунизм использует лазейки в государственном устройстве и в законах демократических стран, стараясь взять под контроль одну или несколько ведущих политических партий. Чтобы победить во внутрипартийной борьбе, политики наперебой используют аморальные приемы и обещают своим избирателям невыполнимые вещи. Результатом попадания в политику компартий и партий, находящихся под контролем коммунизма, является то, что весь политический спектр каждой страны смещается влево, и страны одна за другой вводят тяжелое налогообложение, высокое соцобеспечение, высокую степень вмешательства государства в дела граждан и политику интервенционизма. Причем эти действия закрепляются на законодательном уровне. Действия государства оказывают на общество очень сильное формирующее воздействие. Наличию левацкого правительства сопутствует то, что все общество становится пропитанным левой идеологией, плюс к этому подросткам промывают мозги в школах, вследствие чего следующие поколения может избрать лишь еще более левацкого главу государства. Собственно говоря, образцовые вузы, в которых из поколения в поколение передавалась мудрость человечества и квинтэссенция цивилизации, тоже подверглись чудовищному подрыву. С начала прошлого века злой дух коммунизма уже спланировал разрушение системы образования человечества. В стране с такими мощными культурными традициями, как Китай, чтобы разорвать связь китайцев с традиционной культурой, еще до основания Компартии, коммунизм уже прибрал к рукам движение за новую культуру и стали совершать злодейские нападки на традиционный образ мышления, нравственность, язык и литературу. Движение за литературу на байхуа, разговорном языке, и движение за упрощение китайских иероглифов отрезали китайцев от традиционной культуры. После захвата власти в Китае Компартия быстро провела национализацию системы образования и сделала так, что основным содержанием учебников стала культура Компартии. В результате несколько поколений китайцев были воспитаны в духе драчливых жестоких волчат. На Западе злой дух действует под флагом науки, прогресса и демократии. Он учредил образовательное движение прогрессивизма и посредством контроля над исследованиями философии, психологии и педагогики шаг за шагом прибирает к рукам педагогические колледжи, благодаря чему промывает мозги педагогам и управленцам педагогической отрасли. Что касается образования в начальных и средних школах, то ортодоксальные идеи и традиционную нравственность постепенно исключают из учебных материалов и аудиторий. В то же время понижают уровень сложности учебного материала, в результате чего очень многие школьники не получают достаточных навыков в чтении, письме и математике, а также элементарных познаний и не развивают способности логически мыслить. Разнообразными способами учащимся массово прививают атеизм, эволюционную теорию, материализм и философию борьбы. С начала движения против культуры в 60-х годах прошлого века политкорректность превратилась в новую полицию мыслей из романа 1984 Джорджа Орвелла, которая заставляет педагогов прививать учащимся всевозможные мутированные идеи. Молодежь, окончив школу, не имеет нравственности, не понимает культуру, не имеет грамотности и чувства ответственности. Она может лишь следовать за толпой, ускоряя деградацию всего общества. Общество наводнили наркотики, свирепствует криминал, СМИ изобилуют сексом и насилием, в искусстве мерзкое считают красивым, бесчинствует всевозможное ересь колдовство, подростки все больше фанатеют по знаменитостям, у них возникает сильная зависимость от компьютерных игр и соцсетей, отчего они пребывают в подавленном состоянии. Еще большую тревогу у людей вызывает терроризм, который в бессмысленном насилии над безвинными гражданами вышел за все границы традиционных политических правил. Людей тревожит то, что они утром не знают, что будет вечером. Вернуться к Богу, возродить традиции и не следовать планам дьявола. Цивилизацию человечества передали людям боги. У китайской цивилизации была эра процветания в период династии Хань и Тан. Цивилизация Запада достигла вершины в средний период эпохи возрождения. Если бы люди смогли сохранить переданную богами культуру, то когда бы наступило новое пришествие Бога, люди смогли бы удерживать связь с Ним и понимать закон, который культуру и традиции, морально пали, то во время нового пришествия Бога, из-за слишком больших грехов и мутаций мышления, люди не поймут наставлений Бога, это для человечества является самым опасным. Сейчас эпоха одновременно и надежды, и безнадежности. Люди, не верящие в Бога, в чувственных наслаждениях живут, как живется, а верующие в замешательстве и тревоге ждут возвращения Бога. Коммунизм приводит в хаос людской мир и хочет в конечном счете уничтожить все человечество, его планы тщательны и конкретны, его замыслы настолько успешны, что подавляющее их большинство уже осуществились или близки к осуществлению. Нашим миром правит дьявол. Древняя мудрость человечества гласит, одна праведность победит все зло. Когда проявится природа Будды, это потрясет десятисторонний мир. Дьявол внешне кажется могучим, но в сватке с Богом он не выдержит и одного удара. Если бы люди могли сохранить свою природу, которой свойственны искренность, порядочность, милосердие, снисходительность, терпимость и уступчивость, то непременно бы попали под божественную защиту, и дьявол оказался бы бессилен. Милосердие Творца безгранична, он дал всем существам возможность избежать бедствия. Если человечество сможет возродить традиции, повысить нравственность, понять милосердный призыв Творца и спасающий человечество небесный закон, то сможет прорвать разрушительные планы дьявола. Тогда оно встанет на путь спасения и устремится к будущему. Продолжение следует...